Добро пожаловать на палубу. Флотилия, состоящая из катеров времен Великой Отечественной, причалила к Балаковской пристани. Обычно в ходе экспедиции катера останавливаются только в крупных городах, но наш город особенный для команды. Во время Великой Отечественной войны БК-73, тот, который погиб в Керченском проливе, насчет которого мы сделали здесь, проходил мимо города Балакова. То есть жители Балакова видели этот бронекатер, который шел в Сталинград. После Сталинграда он остался цел, ушел на Азовское море, его перевезли по железной дороге, там уже он погиб со всем экипажем, включая командира. Два катера, которые прибыли в Балаково, отреставрированные. Многие вещи здесь подлинные, поднятые со дна моря. Благодаря тому, что команда одета в точной копии обмундирования образца 1943 года, создается впечатление полного погружения в историю. Быт военных моряков полностью воссоздан. Питание по рациону, ночные вахты, вечернее прослушивание патефона и так далее. Все, что вы видите, это подлинные вещи, поднятые со дна Керченского пролива, с борта нашего предшественника. Дело в том, что наш бронекатер сейчас, в котором вы сейчас находитесь, он не является старинным. Это копия с элементами старого бронекатера. То есть, как мы говорили, на оборудовании ходовой рубки. Вот штурвал, машина-телеграф. Справа по борту стоит винт. Это родной винт БК-73-1. Пролежал 70 лет под водой. Потом мы его подняли и поставили. А первую навигацию наш катер ходил вот с старым родным винтом. Этот бронекатер проектировался для боевых действий в верховьях рек, в тех местах, где воды немного. Экономился каждый сантиметр высоты и осадки, каждый кубометр водоизмещения. Благодаря этому катер мог воевать на глубине всего около 70 сантиметров. Малюткам не повезло. Они все погибли в июне-июле 41-го года в верховьях Днепра, Пины, Прони, в верховьях рек. Потому что прорваться, как правило, через две линии прорыва немцев, это представляло возможным. Часть катеров, значит, экипажа взорвали, часть шли на прорыв. Как правило, прорваться не удавалось никому. То есть неравные были бои. То есть все-таки мы на качающейся платформе. Навести точную цель пушку очень трудно. Плюс у нас ограничения по вертикальному подъему. А стоящие на прочной земле немецкие танки и пушки, конечно, имели в точности наводки преимущество. Экипаж бронекатера 12 человек. Причем места для отдыха и сна всего 4. Да, теснота. Не забывайте у нас вооружение. К пулеметам нужен, собственно, первый номер, наводчик, плюс подносчик боеприпасов. Здесь коробки с патронами, например, стояли вот здесь. Их надо было вытащить, подать в башню. Считайте, два пулемета, уже 4 человека в башне. Наводчик, он же командир башни заряжающий. Мотористы, командир катера, боцман, радист. Здесь никто не прихлаждался. Катер маленький, но работы хватало всем. Здесь постоянно находились люди. Хода, соответственно, давались команды, давались машинным телеграфом. Командир переводил на нужное положение машинный телеграф. Здесь звучал звонок от машинного телеграфа, пробитый осколком. Все, люди смотрели, ага, звонок, ага, куда стрелки перевернулся, значит, полный вперед. И они уже сами маховиками отрабатывали, полный вперед. Переход на задний ход вообще был сложный. Там надо было движок останавливать, переключать муфту. Тогда надо было дать, соответственно, ну, пушки, пулеметы. Понятно, что здесь надо было тягать снаряды, патроны. Поэтому ленивых не было. Второй катер, тральщик Туапсе, также был восстановлен. Его история непростая. Всегда мы вспоминаем военных. Мы понимаем, что военные, они спасли нашу родину и так далее. Но всегда забываем о простых гражданских людях, которые тоже защищали нас. Дело в том, что КТ-581 погиб в ноябре 1941 года, попав в засаду от немецких танков, которые обстреляли его с берега. Он был сильно поврежден, выбреслся на берег. Экипаж снял вооружение, занял на берегу оборону. С нескольких часов оборонялся, пока все не погибли. Но самое интересное, что и самое главное, что весь экипаж – это были просто рыбаки, которые месяц назад получили свою форму оружия. Вот главное. Оригинал этого тральщика обеспечивал высадку десанта в 1943 году и погиб. Героический корабль, поскольку он отвлек на себя вражеский огонь, отошел в сторону, высадил десант, отошел в ту сторону и отвлек на себя огонь, пока дал возможность десантникам высадиться на берег. Интересный факт. Сейчас у нас выпустили двухрублевую монету «Госзнак». Так на этой двухрублевой монете изображен именно этот корабль. Совершенно случайно получилось. Не специально, но тем не менее, если кто-то увидит два рубля, посмотрите, там город Керч нарисован, и высадка десанта, и как раз вот этот корабль там, котащат апсы. Команда, которая собралась на двух катерах – люди увлеченные. Кто-то из них любит историю и хочет рассказывать о войне подрастающему поколению. Многие из членов команды сами ныряли с аквалангами и изучали затонувшие корабли. Ныряешь с маской с трубкой и находишь под водой обломки какого-то непонятного катера. Ну, знаете, пацан, интересно, лазишь, там патроны какие-то, пульки и так далее. Проходит время, и ты понимаешь, что… А ведь никто не знает, что это такое. Откуда он появился? Ты знаешь, что здесь была война? Ну, я стал ковыряться в архивах и нашел, что это погиб мотобот проекта 165-я со всем экипажем, героически освобождал Крым. Мне родилась идея о том, что надо создать все-таки какой-то ходовой образец техники, потому что, знаете, картинки, кино, телевидение – это все красиво. Но когда это живьем видишь, это совсем другое. Представляете, что такое живьем? Катер, который на ходу, который воевал, который защищал нашу родину. Балаковцы, которые пришли на экскурсию на военные катера, старались не только послушать рассказы о жизни простых военных моряков, но и прикоснуться к экспонатам, многие из которых и сейчас продолжают нести службу. Сложно поворачиваться, нет? Да нет, легко. Дышь, дышь, дышь. Почувствовали себя воинами того времени и одежда от всех моряков того времени. То есть именно та обстановка, которая создана организаторами этого мероприятия. Экспедиция «Реконструкция по Волнам памяти-2017» завершится в Керчи. Уникальный плавучий музей увидят еще жители Саратова, Волгограда, Камышина и Ростова-на-Дону. Всего же по пути следования у флотилии 8 остановок.